Добрый вечер, Гомель! Мы рады приветствовать всех, кто в этот вечер с нами. Тема нашей программы «Правильно ли вы спите?» Мы подготовили кое-что особенное, и сегодня вы узнаете немножко позже. Не переключайтесь. И сегодня в прямом эфире мы будем говорить о том, что же делать, если замучила бессонница. Разберемся с современными методами лечения храпа. Обратим внимание на то, как же правильно выбрать постельные принадлежности. Просуждаем, как настроиться на здоровый сон. Если вам близка тема, звоните в студию, присылайте ваши сообщения на Viber и рассказывайте, как вы настраиваетесь на правильный здоровый крепкий сон, либо что мешает вам уснуть младенческим сном. Сегодня в студии эксперты, которые дадут дельные советы для повседневной жизни. И я спешу представить мою первую гостью, врач-валиолог Ирина Александровна Атарик. Проходите, пожалуйста, Ирина Александровна. Ирина Александровна, добрый вечер. Скажите, как вам сегодня спалось? Я думаю, что хорошо спалось сегодня, и не только сегодня. Вы, наверное, живете в частном секторе, и шум не мешает улице, машин проезжающих. Я живу, к сожалению, не в частном доме, а в квартире. Но район города такой достаточно спокойный, и окна у меня выходят как раз-таки на озеро. Я наслаждаюсь иногда флоры и фауны, которые из этого озера доносятся звуки. Здорово. А какую-то расслабляющую музыку слушаете на ночь, чтобы как-то успокоить свой ум? Нет. Не практикуете. Не практикуете. Принято считать, что на сон следует отводить стандартные 8 часов. Для всех ли работает это правило? Для взрослого, если мы говорим о взрослых людях, то, конечно же, это как принято считать. Все мы знаем, что 8 часов – это норма для взрослого человека. Но не будем забывать, что все-таки есть и контингент людей, которые еще младшего возраста. То есть все мы можем не помнить себя в маленьком возрасте. То есть до годика эта норма для таких деток составляет где-то 16-18 часов. С возрастом это количество сна немножко уменьшается. То есть обобщать всех, что это 8 часов должно быть, наверное, неправильно. А по какой причине медики советуют вставать и ложиться в одно и то же время? И желательно до 23 часов. С чем это связано? Сон является таким физиологической потребностью организма, которая требует рациональности и ежедневного исполнения. То есть если нужно вставать, желательно вставать в одно и то же время, как и ложиться. То есть вот с этим бытует мнение, что действительно это 11. Крак головного мозга за свой день, успевается только переработать информацию, для того чтобы расслабиться, и всю информацию, которая поглощается, это происходит как раз-таки до 11 часов. Поэтому после 11 мы должны спать. То есть в тот же день лечь спать, когда и встали, правильно? До полуночи желательно. Лучше, если до 23 часов. А чего нельзя делать перед сном, если мы хотим крепким, здоровым сном уснуть, и так, чтобы мы спокойно проспали до утра? Чего нельзя делать? Нельзя. Как раз-таки, если возвращаться к музыке, то, о чем мы поговорили, то есть раздражителям, то, почему мы не можем спать, мы будем плохо спать, это какие-то внешние раздражители. К этим внешним раздражителям относятся как раз-таки музыка, но только не успокаивающая, то, о чем вы говорили, да, а раздражающая. Это громкая музыка, какие-то фильмы, возбуждающие нервную систему, да, к ним относятся, например, те же самые или комедии какие-нибудь очень, да, или ужастики, как некоторые любят смотреть, да. Рок тоже на ночь рекомендуется, да. Рок не желательно, конечно, да. А классика? Классическая музыка способствует хорошему. Ну и не стоит уже забывать о том, что нормальная температура должна быть в помещении, где в спальне, да, то есть это оптимально где-то от 18 до 23, то есть в зависимости от того, насколько человек сам воспринимает температуру тела, это должно быть, опять-таки, удобно какие-то конкретно для каждого человека. Спальные принадлежности. Кстати, об этом попозже поговорим. Безусловно. Да, бывает, что мы очень долго засиживаемся у компьютера или перед телевизором, либо чтение книг каких-то очень увлекательных. К чему могут привести вот такие вредные привычки, если перебор? Это грозит и влечет за собой все-таки расстройство сна. То есть если несколько, скажем так, есть, бывают несколько патологий, бывают патологии расстройства сна, да, это как человек может недосыпать или пересыпать, да, то есть в каких-то случаях это считается нормой, когда временное связано только с возбуждением, то есть в конкретной ситуации, которая сама по собой проходит. А иногда это, конечно же, и влечет хронические характеристики. Но тут уже без помощи врачей, медикаментозной какой-то терапии, то есть нам не обойтись, конечно. Да, кстати, у нас уже есть сообщение на Вайбер, мне подсказывает режиссер. О чем же вы пишете, уважаемые телезрители, давайте посмотрим. С чем связано утверждение, что женщинам рекомендовано спать больше, чем мужчинам? Спрашивает у нас Антонина. Как мы можем ответить на этот вопрос? Интересный вопрос Антонина задает. Я так понимаю, что Антонина у нас находится уже, может быть, в возрасте, скажем так, после 40-45, когда женщины, всем известно, такой климактериальный период уже, то есть влечет за собой в этом возрасте уже немножко, скажем так, нарушение сна. Поэтому кажется, что он больше надо. Ну, вообще по гендерному равенству, не знаю. У нас есть телефонный звонок. Ирина Александровна, давайте выслушаем нашего телезрителя, либо телезрительницу. Сейчас узнаем. Алло, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, да. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, тут про сон, как бы все хорошо, все прекрасно, 8 часов, здоровый сон. А чтобы вы уже посоветовали людям, которые работают в скользящем графике, как спать и сколько. То есть вы понимаете, ночь люди работают, днем там на работу, к примеру, если завтра в ночь идти. Понятно. Ну, вот в таком плане как-то. Да, мы поняли. Ну, не получается так, что день бодрствуем, а ночь там 8 часов спим. Нарушен режим сна. Получается разбиты все сутки. Ну, конечно, есть на восстановление время, но как бы вот в это время, которое по работе. Да, понятно. Как вас зовут, откуда вы звоните? Сергея Сгомеля звонил. Сергея Сгомеля. Благодарим вас, Сергей, за звоночек. Мы сейчас попробуем ответить. Дарина Александровна, что можем сказать? Значит, конечно же, расстройство графика. Я так понимаю, что человек работает посменно, да. То есть обычно этот график составляет 12 часов день, потом 12 часов ночное время полностью смена, и потом отдых, да. То есть вот это время восстановления, двое суток, которое дается после такой работы, не случайно, да, для того, чтобы адаптировать как-то способность нашего нервной системы, в том числе и мозга, да, к условиям труда. Чтобы защитить организм, конечно, это не на пользу идет, вот такой режим, да, но вот эти вот меры, которые приняты и утверждены в Министерстве здравоохранения, у нас сейчас принимаются, то есть и делается все то, чтобы как-то вот способствовать тому, чтобы сохранить здоровье все-таки, и сон хороший у такого контингента работающих. Что делать с этим? Да, что с этим делать? На второй вопрос, который задал нам Сергей, что делать с этим? Ну, безусловно, тут социальные вопросы, работу не поменяешь, то есть придерживаться, то есть то время, которое отводится после ночного дежурства, все-таки посвящать сну. Благодарим за ответ. У нас спрашивает Антонина Ивановна, как спать и худеть? Подскажите, пожалуйста, я дама с крупными формами, при росте 170 сантиметров, вешу 92 килограмма. Слышала, что можно худеть во сне, расскажите, как спать, чтобы быть более стройной? Правильно, что калории сжигаются во сне? Есть какие-то правила, чтобы это действовало и работало? Безусловно, хороший вопрос. Если бы мы спали больше 8 часов, все бы были стройными, красивыми и потянутыми. Конечно же, есть связь с количеством сна, которая, потому что во сне вырабатывается такой гормон, как мелатонин, да, и он вырабатывается именно только ночью, да, вот он как раз-таки один из тех гормонов, которые создают, поддерживают красоту, в том числе и красоту, и в плане поддержания веса. Поэтому рекомендуется спать достаточное количество, чтобы быть хотя бы в той категории, при обычной физической активности и употребляемых калориях, конечно же. Не стоит этого забывать. Отличный ответ. Мы обязательно будем учитывать. Мы женщины, которые хотим быть стройными. Итак, возвращаемся в студию. Доброго вечера. Я напоминаю, дорогие телезрители, говорим мы сегодня о здоровом и крепком сне. Каждый пятый житель нашей планеты испытывает недостаток в хорошем ночном отдыхе. И все больше людей страдает нарушениями природных биоритмов. Бывают и другие причины беспокойств по ночам. Отчего же не сладко спится нашей героине Людмиле Ивановне Ивановой? Попробуем выяснить прямо сейчас. Людмила Ивановна, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, отчего же вы беспокойно спите по ночам? Ну, беспокойно я спала по ночам до некоторого времени. У меня, как потом выяснилось, оказался синдром сонной хапнои. То есть у меня во время храпа происходит остановка дыхания во сне. И чтобы проснуться, у меня происходит громкий всхлип. Короче, я просыпаюсь. Просыпалась очень часто. Сколько раз за ночь? Очень много. Это было, то есть практически спала я, наверное, минут 20 подряд. Вот все, и я просыпалась. Это большое количество раз. Это очень страшно. Это не отдыхает мозг, это не отдыхает организм. Это очень жутко. И днем ты просто смотришь на работе в компьютер и думаешь, что ты сейчас просто головой тнешься в этот экран. То есть вы чувствовали на себе, на состоянии здоровья? Да, это очень. И повышается давление. Ну, куча-куча побочных явлений, когда ты не высыпаешься. А в каком возрасте, сколько лет назад, вот такие вот неудобства впервые вы почувствуете? Эти неудобства начались еще, будем так говорить, наверное, со школы. Просто тогда не придавалось этому значения большого. Потом это стало, то есть я то храпела, то не храпела. Это потихонечку как-то так вот набирало обороты, и происходило это самое. И когда я в один прекрасный момент пришла к врачу-невропатологу по совершенно другой причине, мне задали вопрос, как я сплю. И потом мы успешно решили эту проблему. Что же вы ответили докторам? Ну, мне ответил доктор. Мы провели определенное обследование, и потом после этого обследования мне предложили СИПАП-терапию. Ну, это я сплю в маске. Ну, я высыпаюсь так, как я не высыпалась, наверное, очень давно. А какие способы вы пробовали до того, как... Я пробовала народные способы, там, типа закапывание в нос, там, облепихового масла, там, всякие капустные листы. Потом мне привозили очень дорогие таблетки, очень дорогие. Я их пила, да, храп немножечко уходил, но это не решало проблемы, совершенно не решало проблемы. И проблему мне решил мой врач. Понятно. А спальня у вас комфортная? Очень. Очень. У меня хороший матрас, у меня хорошая большая кровать, у меня все хорошо. У меня темные шторы, я очень люблю спать в темноте. Я создаю себе комфорт и сплю я достаточно комфортно. Ну, единственное, что сейчас стоит рядом со мной аппарат. Я дышу вот этот аппарат и сплю. Ну, к этому можно привыкнуть. Когда человек ставит цель, что это ему надо, это очень комфортно. Мы чуть-чуть попозже как раз-таки вернемся к аппаратам, о которых вы говорите. Вы наверняка еще зашториваете окна для того, чтобы было полное темнота. Да, я люблю такое. И я предпочитаю шторы, которые не пропускают свет. То есть мне комфортно. Единственное, что, может быть, не нужен телевизор в спальне, но без него мы уже не можем заснуть. Поэтому как-то он не раздражает. А вот солнечный свет, когда встаете утром и вам светит в лицо солнце, меня раздражает. А ваших тамочадцев, вашу семью как-то... Ну, вы знаете, я не могу вам сказать... Конечно, это первое напрягало очень сильно меня, потому что я не могла никуда поехать. Мне было стыдно куда-то ехать. То есть в санатории вы не любитель, да? Нет, ну я ездила, но я предпочитала, будем так говорить, доплачивать деньги и жить одна. Одноместный номер, люкс? Да, потому что, ну, люкс не люкс, но тем не менее, просто это некомфортно и соседям, и это некомфортно, и когда это слышно еще через стенку, это тоже неприятно. Понимаете, это очень неприятно. Вот, ну, сын мой как-то у нас две комнаты как-то были, я говорю, домочадцев там. Ну вот куда-то, когда ты едешь, это было что-то жутко. И когда я в один раз приехала к своему родному дяде с аппаратом, и он говорит, я даже не поверил, что ты у меня спишь. Все, только легкий такой шиш-шипенец. Как же здорово, что ваша проблема решена. Ну, будем так говорить, может, она еще пока не до конца решена, но она решается. Но вы на пути. Я так думаю, что болевши столько лет, вылечиться там за 2-3 года нереально. Ну, я получила облегчение такого, какого я не получала никогда. Здорово, этот разговор мы продолжим чуть позже, а пока мне режиссер подсказывает, что у нас есть еще один телефонный звоночек. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните? Я Нина Ивановна, из города Петрикова. У меня проблема со сном в том, что я очень быстро засыпаю, я за секунды, и не могу понять, с чем это связано. Уже 2 года где-то приблизительно у меня вот такая проблема. А вам это мешает? Я просто усыпаю, где бы ни сидела, где бы ни стояла. Если только ложусь спать до подушки, и все, 2 секунды. Меня беспокоит это. Вы можете уснуть и в общественном транспорте, если вас укачивает? Где угодно. А в первом случае я дома. Вот я ложусь спать, я ровно секунды, и я усыпаю. Я не хочу этого, но я усыпаю. Вы при этом не храпите? Бывает, и храплю. Бывает. Так что же с этим делать, да? Как можно вам помочь? Спасибо огромное. Мы сейчас спросим у нашего эксперта Ирины Александровны. Ирина Александровна, что мы можем посоветовать нашей телезрительнице из Петрикова? Как быть? Наверное, здесь нужно сказать о том, что, к сожалению, мы не молодеем с каждым годом, а имеет свойство человек стареть все-таки. И гормон, в организме есть такая железа, эпифис называется, да, и, к сожалению, он тоже стареет. Поэтому возрастные изменения какие-то происходят, то есть когда человеку необходимо, вот не то, что необходимо, оно так происходит. Как бороться с этим, возможно, более, скажем так, попозже, я так знаю, что будет у нас доктор-сомнолог, да, то есть, может быть, он более детально остановится. Как помочь данному человеку и бороться вот с такими расстройствами сна? Обязательно спросим у нашего доктора, который сейчас появится в нашей студии, но чуть-чуть попозже. Уважаемые телезрители, это программа «Добрый вечер, Гомель». Мы работаем в прямом эфире. И далее вы узнаете о современных методах лечения бессонницы и храпа как раз-таки. А еще прямо в студии мы протестируем постельные принадлежности. Не пропустите. Правильный сон начинается с вечера, с проветренного помещения, не очень сытого желудка, любимой книги и теплого душа. Лучше всего спится в свободной одежде из натуральных тканей, на удобном матрасе и правильно подобранной подушке. О том, как же не растеряться в огромном количестве предлагаемых постельных принадлежностей, далее в нашей программе. И я спешу представить руководителя отдела маркетинга компании «Санит» Геннадия Дырина. Геннадий, добрый вечер. Геннадий, кстати, знает о матрасах все и даже больше. И сегодня он поможет нам понять, на каком же матрасе смело можно остановить свой выбор. Правильно, Геннадий, говорю? Да, конечно. Скажите, какие же явные признаки того, что пора менять матрас? Как мы можем визуально понять? Смотрите, Наталья, признаки. Ну, основной признак, да, что на матрасе вам спится некомфортно, конечно же. Матрас может быть новый, вы его приобрели недавно. Но бывает у нас такое не в нашей компании вообще. Вот, поэтому некомфортный сон. Вы постоянно просыпаетесь ночью, да, ворочаетесь, не можете удобно лечься, чтобы заснуть, да. То есть это матрас, конечно, уже необходимо менять. Во-вторых, если матрасом вы уже давно пользуетесь, это, конечно, может быть неприятный запах. Зачастую бывает такое, что некачественный матрас, и через два года вы уже ощущаете пружины, да, на которых вы лежите. Да, бывает такое, жалуются некоторые, да, даже мои знакомые. Поэтому, да, все это уже заставляет вас менять матрас. Бывает такое, что в матрасе вы уже зрительно даже видите, да, что он уже не подходит для сна, потому что могут быть какие-то рытвени, либо матрас сдулся, например. То есть такое может быть. Так, я слышала об ортопедических и анатомических матрасах. Пыталась сама разобраться, в чем плюсы и минусы, не совсем поняла, потому что я же все-таки не профи в этом деле, да, и все-таки подскажите, пожалуйста, какой матрас лучше? Смотрите, Наталья, хотел бы изначально сказать про ортопедические свойства. Потому что многие у нас в стране культура сна не такая, скажем, продминутая, как на Западе. Поэтому ранее у нас считалось, что ортопедический матрас – это такой жесткий матрас. Какое свой койрость, значит, это хороший ортопедический матрас, да. Прежде всего, что такое ортопедические свойства, да. Когда мы ложимся на матрас, если матрас ортопедический, то он позволяет правильно расположить позвоночник во время сна, чтобы он был у вас не ровным, а со всеми его естественными изгибами. У нас этот ортопедический? Да, конечно. А давайте мы позовем желающего из зала Владимира. Под аплодисмент он сейчас выйдет, мы его поддержим. Владимир, можете раздуться, прилечь. Да, пока Владимир ложится, расскажу вам про анатомические свойства. Что такое анатомический матрас? То есть за ортопедические свойства в матрасе отвечает наполнитель какой-то определенный, да, в данном случае это пружинный матрас, поэтому за ортопедические свойства отвечают пружины. Как мы видим, здесь у нас матрас один из этой линейки, здесь именно пружины независимые. То есть зависимые пружины, на которых мы раньше спали, банель, типа банеля они назывались, не дают такой ортопедической поддержки позвоночника. Поэтому если вы выбираете матрас, обязательно смотрите, чтобы в матрасе был независимый пружинный блок. Это что дает? Какой эффект? Что распределяется вес равномерно? Конечно, конечно. То есть распределение веса всего тела идет более равномерно, и за распределение веса отвечает каждая пружинка в отдельности. Потому что если на матрасе, в котором пружинный блок связан между собой, лягут два человека, там будет эффект волны, и ортопедических свойств там, конечно, никаких не будет. Что касается по анатомическим свойствам, что такое анатомические свойства, это если матрас у вас не оказывает обратного давления на наши мягкие ткани, на наши сосоды. Поэтому матрас может быть одновременно и ортопедическим, и анатомическим. Потом я вам расскажу про уникальные, новые такие современные материалы, которые вот как раз-таки оказывают анатомический эффект. А какой высоты должен быть сам матрас? По высоте матраса, честно говоря, наша компания производит матрасы и, так скажем, для детей и подростков, да. Высота от них варьируется от 11-12 сантиметров. Главное, чтобы в матрасе был, как я уже говорил, независимый блок пружин. И не менее пяти витков пружин. Тогда это матрас качественный. Не будет проваливаться? Да, не будет проваливаться. То есть это обеспечивает более, скажем, хорошую поддержку для всего нашего тела. И так как, естественно, у нас вес распределён в нашем деле неравномерно, скажем, да, есть усиленные зоны. Могут быть у матраса, если вес человека, так скажем, большой. А давайте спросим у Владимира. Давайте. Какого же он веса? 83 килограмма. 83 килограмма. Достаточно? Ну, Владимир, так скажем... Вот веса для этого матраса. Удобно будет Владимиру? Владимир стройный молодой человек, да. Здесь, на самом деле, сейчас у нас матрас с увеличенным количеством пружин, потому что блок независимых пружин начинается примерно от 210 пружин, да, на метр квадратный. Мы делаем только от 256 пружинок, здесь 510 пружин на квадратный метр. И хочу, забегая вперёд, да, когда вы выбираете матрас, обязательно смотрите именно количество пружин на метр квадратный. А как мы можем это понять? Это прописывается где-то? Конечно, это должна быть информация... На ярлычке, да? Ну, на ярлычке матраса такая информация у нас присутствует, может у некоторых производителей не быть, но обращайте на это внимание, потому что есть, скажем так, недобросовенственные маркетинговые уловки, когда говорят, что у нас 1000 пружин на спальное место. Естественно, на квадратный метр это будет намного меньше, в два раза меньше. Да, поэтому обязательно уточняйте, сколько пружинок на квадратный метр. А вот по росту Владимира, как мы... по-моему, коротковат, нет? Для высоких людей, в принципе, да. Да, смотрите, стандартные размеры матрасов идут, это 2 метра по длине, да, но есть у нас высокие, красивые люди. Поэтому для таких людей мы делаем матрасы и 2 метра 10, и 2 метра 20, да. То есть, когда вы спите, естественно, у вас должно в ногах оставаться 10-15 сантиметров. И тогда это норма? Тогда это норма, тогда это позволит вам комфортно, да, спать на матрасе. Как вам удобно, Владимир? В принципе, удобно. Мне нравится. Вы не провалились туда совсем. Да, по сравнению, если на каком-нибудь диване обыкновенном спать, например... Ну, это ж новый матрас, причем хороший производитель. Конечно, да. То есть сейчас... Даже вот лежишь и чувствуешь, как бы, ну, подстраивается, как бы, даже под форму позвоночника, под спину, ну, то есть удобно очень. Подушка. То иногда бывает, что, как бы, здесь вот в пояснице, как бы, остается пространство свободное, а здесь оно, как бы, все именно под... Ровненько спина, позвоночник, вы это чувствуете. Да, все принимает форму, как бы. Подушка, как вам? Подушка, ну, в принципе, удобно. Вот еще, может, на бок попробовать. Попробуйте. Да, еще хотел заострить внимание. Когда мы выбираем матрас, приходим в салон, обязательно приляжьте на матрас, потому что многие люди выбирают матрас кулаком, например. Это неправильно, да? Ну, конечно. Надо именно понять, как тело чувствует себя. Да, естественно, вы должны лечь так на матрас, как вы спите именно, да, то есть кто-то спит больше на боку, кто-то спит больше на спине, поэтому при выборе матраса обязательно принимайте то положение, при котором вы спите. Кеннадий, благодарю за ответ. Владимир, оставайтесь на матрасе. У нас есть телефонный звонок. Давайте же познакомимся с телезрителем, либо с телезрительницей. Алло, добрый вечер, как вас зовут и откуда вы звоните? Здравствуйте, меня зовут Нина, я живу в Кулакомире. Нина, добрый вечер, да, ваш вопрос. Мой вопрос такой, у меня ребенок, ему три года, он очень сильно любит прыгать по кровати. Скажите, какой уж матрас для этого, ну, какой должен быть, и какой должен быть матрас для детей для сна? Благодарим, Нина. Благодарим, очень забавный вопрос, очень неординарный. Нина, если это качественный матрас, как бы не беспокойтесь, ребенок может прыгать на матрасе, ничего с матрасом не произойдет. Конечно, если он не целый день это делает. Вот, что же касается выбора матраса для детей, да, если это новорожденные дети, либо дети вот до трех лет, то, в принципе, им рекомендуется спать просто на ровной, жесткой поверхности, да, то есть после трех лет уже можно задуматься о приобретении матраса. Естественно, матрас для детей должен быть средней жесткости, да, потому что позвоночник и все остальные органы у детей только формируются. Поэтому мягкого матраса им ни в коем случае нельзя. Вот. И матрас должен быть также ортопедического типа, то есть с блоком независимым пружин и, возможно, с кокосовой койрой. Именно для детей. Геннадий, подскажите, как правильно заботиться о матрасе, как часто его переворачивать, проветривать, что можете сказать по этому поводу, так, чтобы он долго служил и в удовольствии был. Да. Наталья, смотрите, по матрасу лучше, конечно, его переворачивать, менять положение голова-ноги раз в полгода. Если матрас двухсторонний, у нас в компании практически все матрасы двухсторонние, еще можно сделать такую опцию, да, выбрать такой матрас, где две стороны матраса будут разной жесткости. Это очень интересно, это очень комфортно. Вы можете менять, например, жесткость. Летом спать на более жесткой поверхности, зимой на более мягкой. Вот. Поэтому переворачиваем матрас раз в полгода где-то. Голова-ноги. Мы специально сделали, кстати, позаботились о наших покупателях, потому что, ну, так уж повелось, что у нас домашними делами занимаются женщины, поэтому они ворачивают матрасы. Поэтому на матрасах у нас есть специальные ручки, то есть их пришивает не швея, а специальное оборудование. Да, это тоже очень удобно. А где они, кстати? Да. Вот, смотрите. Продемонстрируйте нам, пожалуйста. Да. Вот здесь ручки. Так. То есть они пришиваются на специальном оборудовании спокойно, не ломаем ногти, переворачиваем матрас. Здорово. Людмила Ивановна, вы как ухаживаете, как заботитесь о матрасе? Я переворачиваю матрас. Раз в полгода как положено. Я еще переворачиваю его вот так. Ну, в смысле, у меня двухсторонний матрас, я его поворачиваю на одну сторону, но у меня жесткий матрас с двух сторон. Просто там разная, у меня где-то, кому, кокосовая койра, а с другой стороны, по-моему, кактусовая что-то. И на одном у меня он немножечко мягче, там, по-моему, этот слой, как он называется, этот, мягкий, этот, полиуретана, как он называется? Пена. Пена это. Пена. Да. Да, пена бывает разная. А с ног на голову, я не знала, что раз в полгода, я его чаще. Чаще. Нет, если матрас качественный, если матрас от хорошей проверенной фирмы, то есть здесь можно переворачивать раз в полгода. Если вы приобретаете матрас, обязательно купите защитный на матрасник. Да, это... Это важно. Это очень важно, так как, ну, не секрет, что во сне мы... Потем иногда. Можем потеть, да, иногда. Нам не всегда хорошие сны снятся. Да, можем не иногда волноваться. Волноваться, да. На наших матрасах всегда хорошие сны только снятся. Вот. Поэтому приобретаем защитный на матрасник. У нас, кстати, на матраснике мембранного типа, то есть они отлично пропускают воздух, матрасы, тело. Тело будет дышать, но они влагоотталкивающие. То есть вся та влага, вся та пыль, грязь, которая может быть на матрасе, она идет в этот матрасник, потом вы стираете его еженедельно, например, и все. Без проблем. У вас будет и матрас в отличном виде, и вы будете спать с комфортом. Здорово. Благодарю за ответ. Ну что, Владимир, как вы считаете, сладкие будут сны? Я бы уже не вставал бы. Сладкие сны будут сны. Можно уже все передачи тут лежать. Очень удобный матрас, если честно, очень мне понравилось. Честное слово. Вы тоже в армии людей, которые будут устраиваться в очередь за тем, чтобы купить матрас. А то, если честно, я сплю у меня на тахте, поэтому по сравнению с тахтой это, конечно, разница очень даже ощутимая, очень чувствуется все-таки. Спасибо. Матрас, конечно, намного удобнее. Здорово. И подушка тоже, кстати, мне очень понравилась. Хорошо. Я люблю на невысоких спать. Как раз вот она двусторонняя такая, вот я смотрю, можно повернуть и выше, и ниже немножко, одной стороной, другой, то есть очень удобно. Ирина Александровна, хочу спросить у вас, что если человек спит не совсем на удобной подушке? Что происходит с нашим организмом? Конечно, свойство нашего организма, да, строение вообще позвоночника, да, физиологическое, это нахождение шеи, головы, да, в положении, скажем так, то есть почему и деткам не рекомендуется. Тут вот вопрос был, да, про кокосовое наполнение и так далее, то есть максимально она низкая. Но здесь каких-то определенных критериев по выбору подушки, чем выше, тем не рекомендуется, да, то есть это собственное ощущение в первую очередь. А во-вторых, это, конечно, невысокое ненагромождение, комфортное положение анатомической головы, то есть как в обычном положении, так и в положении лёжа. Спасибо за ответ. Владимир, проводим вас в зрительный зал, мы понимаем, что вам здесь очень понравилось. Поаплодируем Владимиру. Благодарим вас, Геннадий, за то, что вы сегодня рассказали о вашей продукции, за то, что вы сегодня были с нами. Спасибо, что пригласили там. Занимайте, пожалуйста, место в зрительном зале. И прямо сейчас я предлагаю поговорить ещё об одном атрибуте для сна. Из всего разнообразия постельных принадлежностей нам нужно, конечно же, выбрать ту подушку, на которой нам будут сниться шоколадные сновидения. Итак, я приглашаю в нашу студию следующую гостью. Это представитель компании Комисса Ирина Павловна Рудковская. Под аплодисменты, Ирина Павловна, проходите, пожалуйста, ближе ко мне. Я знаю, что вы знаете о подушках всё и даже больше. Скажите, пожалуйста, какие же подушки сегодня предлагают нам белорусские производители? Компания Комисса предлагает лёгкие, пушистые, гигиеничные подушки и одеяло, которые изготовлены из силиконизированного волокна. Значит, в одеяле волокно находится в виде слоёв. А давайте мы его отсюда достанем. Да. Помогите, пожалуйста, разложим. Значит, в одеяле силиконизированное волокно идёт чёсанное, разной плотности. Есть у нас одеяло, есть летний вариант, есть нормальный, есть тяжёлый. Но в данном случае мы рассматриваем, вот это одеяло идёт нормального наполнения. Ткань верха здесь идёт сатин. Чем хорош сатин? Он даёт холодок телу? Или в чём его преимущество? Он более шелковистие, скажем, по... Тело скользит. Приятно, да? Да, более комфортно. Но не забываем, что одеяло нужно ещё покрывать под одеяльником. Поэтому, конечно, здесь главную роль играет ещё постельное бельё. Мы тоже выпускаем постельное бельё. Вот. Сатин делают из сатинного переплетения. Бязь, она более шероховатая по поверхности, если вы даже вот так вот посмотрите на ощупь. Да, на ощупь совершенно другая. Здесь детская бязь. Плотнее. Да, она идёт немножко, да, более плотная. Но сатин более износоустойчив, считается. Так, а бязь чем он хорош? Он прочнее будет дольше служить? Бязь дешевле, скажем так. Дешевле. Да. Но на качестве не сказывается? На качестве это не сказывается, да. Это вот детский ассортимент, подушка для детей до трёх лет. Детское одеяло. Детское одеяло. Детское одеяло, да. Значит, все изделия можно подвергать стирке. В домашних условиях? В домашних условиях. В обычной нашей бытовой машине. Химчистка не обязательно. Химчистка не нужна. Волокно никуда не эмигрирует. В этих изделиях, когда при производстве этих изделий, да, вот вы сейчас взяли. Это вот наполнитель? Это вот наполнитель, это идёт синтепух. Так. Он здесь в этом одеяле? Значит, он присутствует в одеяле, только он более чёсанный. Он идёт пластами в одеяле. Вот. И при производстве этого наполнителя не используется клей, не используется эмульсия. То есть он экологически чистый материал, считается. Так, а вот здесь что за наполнитель? А в подушках, да, в подушках используется вот такой вот шарик, так называемый, в виде шарика. Он очень хорошо держит форму. Не будет сбиваться, когда мы подушку простирнём в машинке? Нет. Он, кстати, склонен к восстановлению, этот шарик. То есть наоборот, если вы подушку, вот в этой подушке лежит этот шарик. Если вы эту подушку постираете в машине вместе с шариком, то он, наоборот, у вас примет больший объём. То есть это вот для тех, кто жалуется, что вот подушка слежалась. Эта подушка не слежится. Да, то есть вы можете восстановить сами форму подушки. Для этого не нужно прибегать к химчистке. Только к вашей стиральной машине. А скажите, во всех ли подушках, которые здесь представлены, вот такой наполнитель? Какие-то натуральные наполнители используете? Нет, к сожалению. Почему? Мы работаем с синтетическим наполнителем. Ну, в этом есть свой плюс. Силиконизированное волокно. Там не заводятся клещи, не заводятся сапрофиты. Это волокно не нужно подвергать химчистке, скажем так. Оно хорошо восстанавливает форму. Оно гигроскопично. Оно гигиенично. Что ещё можно сказать? Я вижу здесь подушки разных размеров. Подушки разных. Ну, и наполнители разные. Значит, если в этой подушке шарик находится, то вот в этой подушке находится так называемый лебяжий пух. Вот он. Он тоже искусственный. Искусственный лебяжий пух? Он искусственный, да. Я думала, он бывает только натуральным. Нет, он искусственный. Оказывается, научились имитировать. Да, есть оборудование специальное, на котором производится вот такой искусственный лебяжий пух. И тоже из силиконизированного волокна. Людмила Ивановна. У меня подушка вот как там. Вот такая? Нет. Вот такая. Вот такая. А чем она вам нравится? Ну, будем так говорить, после некоторых проблем с шеей, у меня вот такая. И, честно говоря, я всегда предпочитала высокие подушки. Ну, такие бабушкины. Сами знаете, такие хорошие бабушкины подушки. А после того, как я вот уже два года, практически два года проспала вот на такой подушке, ну, у меня немножечко, может быть, она чуть другая, вот. Я себе ловлю на мысли, когда я ложусь на большую подушку, я просыпаюсь под ней. То есть я сползаю. Я уже реально хочу спать ниже. Вам не совсем комфортно? Чтобы мне было комфортнее, да, спать. Ирина Александровна. То есть у меня вот такая подушка. А у вас, Ирина Александровна, да, спасибо. У вас какая подушка, Ирина Александровна? У меня вот такого плана. Вот такого? Силиконизированный, да, но не из любяжьего искусственного, да? То есть вот подробности я не знаю, что там всё-таки внутри. Никогда, если честно, до этого момента я не сдавала. Знаю, что искусственное волокно, потому что натуральное волокно уже, скажем так, с гигиенической точки зрения, те, что вы затронули, и клещи, То есть могут заводиться, да, и обрабатывать те устройства, которые сейчас существуют у нас в Республике Беларусь. То есть, конечно, лучше использовать искусственное волокно. Ирина Павловна, сколько может служить подушка с таким вот наполнителем, о котором мы сегодня говорим? Сколько лет? Как долго? Если правильно хранить, правильно ухаживать? Ну, смотря как использовать. Начнем с того, да. Смотря как вы спите. Но я повторюсь, что подушку, чтобы восстановить, можно поместить в стиральную машину. Выстирать, и она примет свое первоначальный вид. Еще хочу отметить, что мы производим отдельно наполнитель, продаем в продаже у нас есть фасованный по килограмму, по половине килограмма. То есть вы можете купить в магазине и просто заменить наполнитель, если вдруг этот наполнитель пришел в негодность. Если он так уже сбился просто в один комок. Но я вам гарантирую, что наш так называемый шарик-наполнитель, он не сбивается до такой степени. А скажите, как правильно хранить? Вот прям как есть? Используй, попользуюсь. Либо все-таки в каких-то футлярах, чехлах. Как верно? Ну, в полиэтиленовых пакетах лучше не хранить. Вообще ничего лучше не хранить. Ну, полиэтилен, лучше что-нибудь дышащее. Или какой-нибудь из спонбонда пакет. Или можете просто вот, мы продаем в упаковках наши изделия. Можете в нашей упаковке, там с одной стороны идет спонбонд, с одной стороны, с другой стороны идет уже полиэтилен. То есть в любом случае изделие будет дышать. Благодарим, Ирина Павловна, вас за отличные советы. И я хочу обратиться к нашим телезрителям. Если вы возьмете на заметку рекомендации наших гостей, Ирины Павловны, в частности, и Геннадия, который недавно был у нас в студии, утром гарантированно будете просыпаться в полной готовности к новым свершениям. Благодарю вас, Ирина Павловна. Занимайте, пожалуйста, место в зрительном зале под аплодисменты наших гостей. Ну и мы идем дальше. Эксперты в области здорового сна настаивают на том, что для полноценного отдыха полезна легкая физическая нагрузка. А еще добрую службу сослужит полезный напиток. На этом столе, как вы видите, несколько стаканов. Давайте мы предложим нашей гости, Людмиле Ивановне, выбрать из этого многообразия тот самый напиток, что поможет уснуть младенческим сном. Я вообще пью вот это. Так, это обычная вода. Обычная вода, я пью обычную воду. Я ничего на ночь, ну, честно говоря, не пью. Вы не любите ни колу, ни морс? Ну, это я вообще не пью. Это молоко? Это молоко. Это молоко. Ну, молоко я иногда могу. Это если мне очень хочется, но это бывает редко. Кофе, это только утром. А вообще вот на ночь, ну, вечером я пью только воду. Я знаю, что обычную питьевую воду очень полезно пить утром натощак, да, полчаса до еды. Ну, это тоже хорошо. До еды. Да, да. До еды. Давайте спросим у нашего врача-волюолога, у доктора Ирины Александровны. Как вы можете прокомментировать выбор Людмилы Ивановны? Правильный выбор. С одной стороны, конечно, не будем забывать, что человеку нужно необходимое количество воды потреблять в сутки, во-первых. То есть на ночь нежелательно, конечно же, потому что это все-таки сказывается, ну, то есть я конкретно говорю на ночь, да, то есть за какое-то время до сна это можно, да, но это может там отеки, скажем так, если какие-то патологии сердечно-сосудистой системы, если есть. То есть тут нужно учитывать сопутствующие хронические заболевания. То, что касается молока, медики все-таки склонны к тому, что молоко можно употреблять на ночь, потому что молоко содержит такую кладезь минеральных веществ, и в первую очередь это оптимальное соотношение кальция и трептофана. Это аминокислота, которая является строительным материалом для мелатонина, то есть выработке, способствует выработке того как раз-таки гормона, способствующему хорошему сну, засыпанию и так далее. Говорят, что стаканом теплого молока можно обмануть желудок, если уж очень вот подсасывает и хочется что-то перекусить, а булочку уж нельзя, тортик нельзя, нам, женщинам, это противопоказано. Да, по последним данным вообще и не совсем правильные обезжиренные продукты, то есть это минимальное количество жира, если уже переходить конкретно на молоко, да, то есть с повышенным молоком можно обмануть все-таки, я думаю. Можно, все-таки можно, да. Итак, мы возвращаемся в студию, как и обещали, и продолжаем. Наша тема «Правильно ли вы спите?» уважаемые телезрители, звоните к нам в студию, пишите на Viber, мы открыты обратной связи. Банальный храп – это один из признаков неправильного сна, о чем мы, кстати, говорили в начале нашей программы. Резкие и громкие звуки по ночам приводят к стрессам и конфликтам с домочадцами. О том, что сегодня может предложить современная медицина в лечении патологии сна, далее в нашей программе. И я приглашаю к разговору врача-сомнолога Алексея Борисовича Малкова. Добрый вечер, Алексей Борисович, проходите, пожалуйста. Алексей Борисович, и хотелось бы сразу вас спросить, могли бы вы рассказать, какие физиологические процессы происходят у нас в организме во время сна? Сон – это физиологическое состояние, которое занимает треть нашей жизни, и поэтому к нему нужно относиться очень трепетно. Сон должен быть здоровый. И физиологический сон проходит медленные и быстрые фазы сна. Быстрая фаза сна – одна, а медленный сон состоит из четырёх фаз. Во время сна человек здорового сна, то есть 8 часов, как мы и говорили, вообще здоровый сон от 6,5 до 8 часов, недосыпание плохо, пересыпание тоже плохо, человек должен проходить 5 фаз сна, так? То есть 5 повторяющихся циклов, состоящих из медленного и быстрого сна. Тогда сон более физиологичный. Во время быстрого сна происходит обработка информации, головной мозг структуризирует все данные, полученные за день. А во время медленного сна мозг отдыхает. Быстрый сон – это сны, медленный сон – это отдых именно организма. А правда ли, что богатырский храп – это признак богатырского здоровья? Нет, конечно. Храп – это плохо, это заблуждение. Храп может быть… Вообще храп – это фонация, то есть прохождение воздуха через верхние дыхательные пути, цепляясь за какие-то структуры, будь это мягкое небо, язычок, корень языка, создаются турбулентные движения в ротовой полости и издается вот этот неприятный звук. Но за храпом может скрываться тяжелое заболевание, как синдром сонных апноэ, то есть остановки дыхания во сне. Либо он может быть просто лор-патология, которая не создает вреда нашему организму. И мы занимаемся диагностикой плохого и хорошего храпа, да, и лечим в любом случае тот и другой. А вот, кстати, приборы, которые вы сегодня принесли к нам в студию, это как раз-таки для лечения храпа. Это для диагностики патологии сна. Так. То есть основным методом и золотым стандартным во всем мире диагностики патологии сна является полисомнография. Это вот такой аппарат, полисомнограф. Одновременно во время сна, да, это производится обследование во время сна, снимается и работа коры головного мозга, энцефалограмма. Окулограмма – это движение глазных яблок для того, чтобы знать, в какой фазе сна находится человек. В быстром глазные яблоки двигаются, в медленном – нет. Миография подбородка, датчики остановок дыхания, кардиограмма, работа сердца, насыщение крови кислородом, датчики остановок дыхания, храпа, экскурсия брюшной и грудной клетки. Мы должны знать, как работает грудная и брюшная полость, миография нижних конечностей. Это для синдрома беспокойных ног. То есть, в общем-то, за одно обследование, за одну ночь, с помощью одного прибора мы можем раскрыть все тайны, которые происходят в человеческом теле и выяснить любую патологию. Как он просыпается, из-за чего просыпается, задыхается, не задыхается, что происходит с работой сердца, что происходит с работой коры головного мозга. То есть, вот этот прибор на тело человека крепится полностью на целую ночь, на 12 часов, чтобы понять, что происходит. Восемь часов. И куча датчиков на голову, на лицо, на руки, на тело, и все это снимает уже данные. Но сегодня мы попробуем продемонстрировать другой прибор. Да. Давайте же мы его возьмем в руки. Нет, еще. Ну, как бы, если... Вот эта шапочка. Да, шапочка это другое. Что-то, да? Это холтер энцефалограммы. Это работа непосредственно коры головного мозга. Для того, чтобы мы знали, если у пациента есть патологическая активность в коре головного мозга, цепляется вот такая шапочка на голову, она одевается, да, на человека, и снимается вся работа коры тоже во время сна. Это для детей, для взрослых, для больных эпилепсии, для того, чтобы мы могли, ну, уже длительно смотреть, да. То есть обычная энцефалограмма пишется, там, 15-20 минут. У нас же есть возможность снимать эти потенциалы в течение всей ночи. Это электронейромиограф. Это аппарат для диагностики патологии периферических нервов. Есть такие заболевания, которые вызывают боли во время сна в нижних конечностях, полинеэропатии, синдромы беспокойных ног. Этот аппарат проверяет, повреждены ли нервы, да, в руках, в ногах, корешковые поражения, там, позвоночника и так далее. А этот аппарат непосредственно в СИПАП-терапии, то есть есть синдром сонных апноэ, это остановки дыхания во сне. Они могут быть обструктивного характера вследствие западения корня языка. Западает корень языка, человек задыхается. То, что происходит у Людмилы Ивановны как раз, происходило. Происходило, да. Западает корень языка, человек задыхается, падает насыщение крови кислородом. Но в ответ дыхательный центр в головном мозге сообщает диафрагме. Дыхательная мышца, ответ, и воздух, остающийся в трахе, выталкивает. Человек схлипывает, схрапывает и снова начинает дышать. Но во время того, как происходит остановка дыхания, спадаются сосуды и бляшки, которые находятся у всех, атеросклеротически, в периферических сосудах, в брахиоцефальных артериях. Когда насыщение восстанавливается, человек схлипывает, бляшки могут лететь в голову, в сердце. Соответственно, это большой риск инсультов и инфарктов. Незавидная перспектива. Да, и во всем мире это заболевание является риском для жизни. И в Европе, и в Соединенных Штатах, и в странах Восточной Европы, и Азии. Эти аппараты даются людям бесплатно по страховой медицине, потому что это большой риск для жизни. А есть апноэ центральное, когда диафрагма не срабатывает, и это риск просто не проснуться. У вас такой вот аппарат, да? Ну, немножечко предыдущий. Мы можем показать, можем показать, как он. Ну, то есть весь смысл аппарата – это компенсация остановок дыхания. Аппарат умный, он чувствует все остановки дыхания и таким образом подает воздух под определенным давлением, отодвигая корень языка. От меня подобрана давление. Да, подобрана индивидуально только под пациента. И работа с врачом постоянно, да. То есть это маска. Это маска, которая… Да, они бывают при тяжелых степенях полнолицевые на рот и на нос. А при легкой степени достаточно только назальной маски, то есть только на нос. Вот. Ну и, грубо говоря, это просто одевается вот так вот на ночь, ремешочки. Человек в нем спит. Все это… То есть, еще раз повторяю, это компьютер, который пишет все на флеш-карту. Врач потом работает, подстраивает все границы давления. И со временем человек, дыша в нем, эти давления снижаются все меньше и меньше. При легких степенях, возможно, отказ от аппарата, да, и человек выздоравливает. При тяжелых степенях это, конечно, пожизненное использование как метод компенсации. А сколько лет или месяцев надо пользоваться таким аппаратом, чтобы полностью вылечиться? В зависимости от степени тяжести. То есть, полисомнограф показал, что у человека 600, 300, 400 остановок за ночь. И таким образом мы подстраиваем по индексу падения насыщения крови кислородом и по нужному давлению подстраиваем индивидуальное давление для пациента. Также мы занимаемся вентиляцией и тяжелых пациентов при боковом метрофическом склерозе, когда остановки уже центрального характера. И это жизненно необходимо. Очень полезно запрограммировать свой организм на сон. Выбирайте сами, что вам больше подходит. Легкая гимнастика, стакан кефира, арома ванна, дыхательные упражнения или благодарность себе за не зря прожитый день. Если повторять такие нехитрые действия на протяжении хотя бы пары недель, то спустя время вы увидите, что вставать утром бодрым – это очень просто. Я благодарю всех участников нашей программы за активное участие. Благодарю вас, уважаемые телезрители, за то, что вы сегодня звонили, писали, за то, что вы были активными. Это была программа «Добрый вечер, Гомель» и я, ее ведущая Наталья Игнатенко. Доброй вам ночи! Добрый вечер, Гомель» и я, ее ведущая Наталья Игнатенко.